Меня зовут Панкратова Дарья, я ученица 10 класса, школа номер 21. В январе 2019 года я ездила в образовательный центр «Сириус». В январе туда я узнала от моих знакомых, с которыми летом мы были в лагере «Таутова», также на Уральской праздной смене. И они сказали, что там прикольно, можно попробовать. И так как мне интересна данная сфера, технические науки, я решила попробовать и принять участие. Главной мотивацией являлось то, что все-таки хотелось уже понять, куда я буду поступать, что я буду делать. Дальше, после 11 класса, ведь времени осталось совсем немного, чтобы определиться. И эта смена помогла мне понять, куда я хочу пойти, что я хочу делать и чем заниматься. Я считаю, это действительно здорово. И если бы у меня еще была такая возможность посетить, я бы скорее всего поехала. А сам конкурс проходил, сколько было этапов? Сам конкурс проходил в два этапа. Первый этап был заочный. Он заключался в решении конкурсных задач, конкурсных кейсов на различные тематики. Медицина, нейротехнологии, IT-технологии, конструкторское дело и различные другие сферы науки. Участники решали эти отборочные кейсы, отправляли. Заочно они оценивались и лучше приглашали на очный этап. Очный этап проходил в начале ноября в Екатеринбурге в технопарке. Суть очного этапа была познакомиться с наставниками, чтобы и они определились, какие команды они набирают, и мы определились, какие проекты мы больше хотим. И, основываясь на этих предпочтениях, формировались команды. Это, получается, проходило в начале ноября. С ноября по начало января мы начали работать дистанционно. То есть мы начали искать научную базу для наших проектов, изучать ее, чтобы быть уже погруженными в тематику проекта, чтобы в Сириусе уже выполнять больше те задачи, которые дистанционно выполнить невозможно. Например, сборка корпусов, создание всей электронной начинки устройства и другие задачи. Подробнее о своем проекте. То есть что у вас конкретно, проект, который вы уже в Сочи представляли? Наш проект называется «Программно-аппаратный комплекс для круглосуточного мониторинга артериального давления». Это достаточно перспективный проект, потому что аудитория, которая может пользоваться этим прибором, достаточно большая. Пожилые люди, беременные женщины, люди среднего возраста и люди с патологиями. Получается, это те все люди, которые находятся в риске сосудистых и сердечных заболеваний, такая как гипертония, аритмия, тахикардия и другие. Но в основном мы работали с нашим целевым, получается, целевой проблемой была все-таки гипертония. За 21 день мы создали наш первый прототип, который способен достаточно точно измерять артериальное давление. Погрешность его составляет 4-6 мм трубного столба. Это достаточно хороший показатель, так как те же самые электронные тонометры, ручные тонометры обладают примерно такой же погрешностью. Моя задача в проекте заключалась в схемотехнике и электротехнике. То есть я создавала всю электронную начинку корпуса, делала платы, решала вопросы с питанием. Наши приборы работают на аккумуляторах, их можно заряжать, не доставая из корпуса. Сам же наш прототип состоит из двух блоков. Первый блок носится на руке, как браслет. В нем стоит FPG-датчик, он меряет пульс. Второй блок расположен на руке, на уровне сердца. В нем стоит два датчика для измерения ЭКГ, и третье заземление идет по электроду, по проводу вниз. То есть я правильно понимаю, что это прибор, его можно круглосуточно наносить? Да, то есть он удобен. Его можно круглосуточно наносить и знать какое-то давление. Только при круглосуточном ношении, измерении артериального давления, можно выявить скрытые угрозы, можно поймать иртонический крипс, который очень опасен и может привести даже к летальному исходу. Поэтому мы рекомендуем носить круглосуточно. Мы его и позиционируем как медицинское устройство для круглосуточного ношения. Само устройство измеряет FPG-сигнал и ЭКГ-сигнал. Математически рассчитывается артериальное давление, отправляется на сервер, там это все хранится. Также у нас создано мобильное приложение, то есть любой человек, который обладает данным устройством, может скачать его себе на телефон в любой момент времени, смотреть свое артериальное давление и отслеживать его. Также сейчас в разработке находится мобильное приложение для доктора, чтобы данные отправлялись к доктору, и он в любой момент смог их посмотреть, назначить лечение. Сколько там всего было участников вообще и проектов со всей страны? Всего на этой смене было 90 участников и 19 проектов. В каждой команде было по 4-5 человек. Вы совместно делали или у каждого были свои задачи, цели? Вообще это был выбор команды, либо делать все совместно, либо распланировать. Лично у меня в команде мы с самого начала все распланировали. Например, у нас один человек программировал мобильное приложение, сервер. Я занималась химотехникой, электротехникой. Была девочка, которая занималась только математикой и расчетами. И два моделиста были, которые моделили корпусы и продумывали концепт нашего устройства, как это все будет выглядеть, дизайн и тому подобное. А вот по итогу конкурса, когда проекты все посмотрели, как именно Ваши проекты оценили? То есть насколько перспективны? Возьмут ли его в разработку, допустим, какие-то компании? У нас же есть компании, как раз вот эти бюро, которые там собирают, инженерные, разрабатывают. Может быть, уже кто-то появился, готовый выкупить, допустим, Вашу идею? Нашим проектом заинтересовалась компания, но нам требуется еще его дорабатывать, так как это лишь первый прототип. В дальнейшем мы планируем минимизировать габариты, вводить дополнительные функции, например, шагомер. В дальнейшем наш проект может быть реализован в жизни. Самый оптимальный путь развития – то, что мы можем продать его какой-нибудь медицинской компании, так как самим нам сложно будет пробиться на рынок медицинских устройств, так как существует множество ГОСТов, серфитикаций, пробаций и тому подобное. То есть самому стартапу очень сложно выбиться на рынок именно медицинских устройств. А мы наш прибор позиционируем именно как медицинское устройство. Поэтому мы рассматриваем в дальнейшем сотрудничество с каким-нибудь предприятием. Ну и в целом, хотелось бы Ваше впечатление. Опыт вот этот вот вам, насколько, как говорится, помог и в дальнейшем поможет, может быть, уже даже определились с выбором дальнейшей профессии. Я считаю, что такие смены – это бесценный опыт для каждого человека, для каждого школьника, так как их основной задачей является профориентация людей. И для себя, именно с помощью этой смены, я поняла, куда я хочу именно пойти. Я хочу свою жизнь связать именно с техническими науками, с конструкторскими. Но у меня еще полтора года. Я планирую все-таки наглублять свои знания именно в технических науках. И выбрать профессию, связанную с ними.